Здравствуйте! Сегодня мы с вами продолжим знакомство со строками. Основные операции, способы записи, функции, необходимые для работы со строками, вы уже знаете. Сегодня мы с вами обратим внимание на некоторые моменты, на некоторые тонкости при работе со строками. Как мы знаем, при изучении типов данных мы говорили, что символьные перемены, либо символьные константы, определяются типом чар. Символьные константы записываются в одиночных кавычках, в то время как строковые, в двойных. Это вы тоже знаете, но на это обратите внимание при работе с программами, где необходимо в строке найти некоторый символ. Когда компилятор встречает символьную константу, он заменяет ее на соответствующий аске-код. Например, если вы говорите, что константа равна А, то вместо константы А компилятор будет хранить число 97, так как номер А является 97, номер, под которым он хранится. Символьным переменом можно присваивать значение символьных констант. Помимо понятия символьных констант, есть такое понятие, как управляющие последовательности. С ними мы тоже знакомы. Мы знаем такие последовательности, как слэш-н и слэш-т. Н, как мы знаем, означает переход в конец строки. Т – это табулятор. Название «управляющая последовательность» означает, что символ слэш управляет интерпретацией следующих за ним символов последовательности. Так, например, слэш-т воспринимается не как два символа, слэш и т-символ, а именно как символ табуляции. В стандартном консольных программах, стандартно, как мы работаем, шаг табуляции всегда равен восьми позициям. И точно так, константа символьный слэш-н означает, что объекты сиалт посылаются в последней строке. Управляющие последовательности можно использовать как в качестве отдельных константов – это, как мы только что сказали, слэш-н, слэш-т, так и в составе строковых константов. Что это означает в составе строковых константов? К примеру, мне необходимо в выводимой строке получить некоторый символ, который имеет смысл управляющей константой. Тогда, вот к примеру, сразу обратим внимание на выводы, в кавычках «Мы студенты группы 1 Киро», кавычки закрылась, сказал Тимур. Это все одна строка вывода. И чтобы вот эти вот кавычки воспринимались компилятором именно как символ кавычки, который нужно вывести, а не просто кавычки, которые мы используем при сиалте, мы должны перед этими кавычками поставить слэш, то есть управляющую последовательность. Рассмотрим, что я сделала. Я поставила первые кавычки. Это те кавычки, которые определяют объем вывода, да, то есть что мы обычно ставим сиалт, кавычки, текст вывода, кавычки закрыла. А вот уже вторые кавычки, которые используются вместе с слэшем, означают, что, вот слэш говорит, то, что идет после меня, символ, который после меня, воспринимать как символ, который нужно напечатать. Вот он его напечатал. Дальше стандартный вывод. Опять слэш. Слэш говорит, тот символ, который после меня, воспринять как символ, который нужно вывести. Вот он его тоже вывел. И дальше продолжение текста. То есть, еще разок, слэш – это управляющая последовательность, после которой идет символ, который нужно воспринимать не как обычный символ, а в другой интерпретации. Вот как воспринимать, какие интерпретации существуют, можно посмотреть в следующей таблице. Самостоятельно попробуйте изучить все эти управляющие последовательности, программно прогнать. Посмотрите особенности работы СиАута, когда вы используете такие последовательности. Помимо управляющих последовательностей, есть понятие манипулятора. Манипуляторы – это особые операции, используемые совместно с операцией СиАут команды и операцией вставки, для того, чтобы видоизменять вывод, который делает программа. Мы уже знаем, что существует манипулятор end of line, что означает переход на новую строчку или конец строки. Если я сейчас… Вот небольшая программа, в которой определила три целочисленные переменные k1, k2, k3, я их инициализировала сразу же, вывела текст. Мой текст я хотела вывести. Название группы и численность студентов в этой группе в виде двух столбцов. На примере группа численность. Один kero – 10, два isro – 13, три isco – 2, 21 студент. Но, как вы видите, последний вывод, он не совсем понятный, не совсем корректный. Это связано с тем, что я просто вывела свою информацию через СиАут, через поток вывода. Для того, чтобы избежать вот такого непонятного, даже если сейчас буду использовать табулятор, он мне тоже… В этом примере табулятор сработает, даст правильный вывод, так как делять будет не через один символ, а через восемь символов. Но при работе со строками довольно часто бывают тексты, которые содержат слова разной длины, и тогда не всегда удобно использовать управляющие последовательности. Чтобы избежать вот такого некрасивого вывода, нужно использовать манипулятор сет. Манипулятор сет печатает число или строку, следующую за ним в потоке, в поле фиксированной длины n, то есть он содержит аргумент n. Значение переменной, помещаемое в поле, выравнивается справа. Если табулятор выравнивается слева, то сет выравнивается справа. Сразу же обратите внимание на вывод, группа, численность. Более такой наглядный, более красивый вывод на экране. Что для этого было сделано? Здесь всего лишь на все лишь перед каждой порцией вывода, в каждом потоке, я указала аргумент с манипулятором сет. Аргументы везде разные, так как длина срок у меня разная. Где-то 11, где-то 18, где-то 13, где-то 10. Это сделано для того, чтобы выровнять более-менее аккуратную форму вывода. То есть я перед каждым выводом, перед каждой порцией, указала, насколько мне нужно сдвинуть, чтобы получился красивый вывод. Еще разок внимательно, самостоятельно посмотрите. При работе со строками на прошлом занятии мы сказали, что в C++ используют два вида строк. Это строка как массив символов типа чат и строка как объект класса стринг. Мы использовали функции стринговые больше, а при работе с массивом типа чат мы столкнулись с такой проблемой, как вывод данных, когда у нас строка содержит не одно слово, а несколько слов, то есть имеются пробелы. Рассмотрим проблемы, которые могут возникнуть при работе со строкой как с массивом символов. Простой пример. Я указываю, что у меня есть строка S. Рассматривается как массив символов максимальный 5. Ввожу строку, предположим, что это одно слово, и вывожу строку. Если же я введу строку, длина которой окажется более 5, вот такая простая программа у меня приведет к ошибке, так как объем, переполнение буфера. Можно, конечно, поставить константу размера с массивом максимально, как мы это делали до этого, чтобы избежать проблемы переполнения буфера, но удобнее использовать, вот следующий вариант, удобнее использовать, вот этот наш манипулятор SETF, с указанием максимального элемента. Если я хочу, чтобы моя строка состояла только из 5 символов, значит, я указываю длину, константа МАКС 5, 5, говорю, что массив S – это массив символов, которые не более 5 символов, ввожу и использую этот манипулятор. Что он здесь делает, данный манипулятор? Он берет не 5, а 4 символа, которые ввожу через клавиатуру в консоль, хочу ввести, в поток. Он берет 4, если вы обратили внимание, A, B, C, D, а остальные он просто игнорирует, он не дает ошибку, он просто игнорирует остальные введенные символы. Почему 4? Мы знаем, что массив символов, строка, всегда заканчивается нулевым символом, то есть он автоматически на 5 место ставит нулевой символ. Да, и еще при работе с этим манипулятором нужно подключить библиотеку ИОМАНИМ. Если манипулятор ЭНДУ у нас находился в биострим, то СЭТВ находится в другой библиотеке, поэтому для корректной работы это мы подключаем обязательно. При работе со строковыми константами, как я сказала, была проблема ввода строки, состоящей из нескольких слов, так как синт-консоль-инпут воспринимал пробел как окончание ввода, окончание потока. Если проблему переполнения буферизации мы сказали, что можно решить через СЭТВ манипулятор, проблему использования пробелов мы с вами в прошлый раз решили через использование метода GET, то есть мы говорили консоль-инпут.get, и дальше вводили столько слов через пробел, сколько нам нужно. А если же нам нужно ввести не одну строку, а несколько строк, тогда мы можем использовать наш метод GET, используя три аргумента. Еще разок на примере посмотрим. К примеру, можно использовать сразу как константу, два слова физико-математический раз, то есть пробела здесь нет, он будет восприниматься как одно, пробел, факультет. Можно задать его как константа, констант на массив, но это не всегда удобно. Поэтому мы говорили, что будем использовать GET. Мы использовали в своеме вот таком формате. Строка, запятая, макс, где это размерные строки, на этом заканчивали. Если же мы используем какой-то определенный символ, например, знак доллара, либо восклицательный знак, либо какую-то букву, без разницы, любой символ вы определяете как символ окончания ввода. Но если вы, например, здесь поставите символ А, то в вашем тексте не должно находиться буква А, иначе он завершит на этом ввод. То есть метод GET можно использовать как для ввода нескольких строк, но мы указываем какой-то символ, который будет означать нам символ окончания ввода. То есть если я вот здесь сказала, что S – это строка, то есть массив символов, состоящий из значений физико-математических факультетов, здесь я хочу ввести, я сказала, введи строку, а на самом деле я буду вводить не одно, а несколько строк, и потом то, что ввела, вот этот T, массив T, я его просто вывела на экран. Что получила? На экране Сяут С – это вот этот физико-математический факультет, потом он говорит, введите строку, введите строку, ввожу строку группа Витки Ро, 10 студентов. Если бы я не ввела знак доллара, а ввела бы что-то еще, он бы опять воспринимал как строки, 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 но я ввела только две строки, сказала, на этом достаточно. Он говорит, вы ввели, раз, два, вот он ввел, раз, два. То есть метод GED позволяет вводить не одно, а несколько строк. Как копировать строку в строку, вы тоже знаете, это мы использовали функции для работы со строками, но бывают моменты, когда нам нужно скопировать, к примеру, через одну, через один символ, или при копировании обрабатывать каждый символ, когда не всегда удобно использовать готовые функции, когда мы копируем буквально по символам, циклам. Что мы здесь получаем, на что необходимо обратить внимание. К примеру, у меня один массив S или одна строка уже задана, физико-математический факультет, и вот эту строку я хочу скопировать в строку T. Это тоже массив, чар, максимально 2000 он содержит. Но у меня будет не 2000, у меня будет ровно столько, сколько вот содержит S. Тогда я в цикле от нуля до длины S для каждого T житого копирую S житой. То есть буквально F взяла из S, закинула в T, и взяла из S, закинула в T. И таким образом у меня строка T будет собираться. Вот она у меня собралась. Физико-математический факультет. То есть пассивально берет, копирует, берет, копирует. Но здесь следует обратить внимание вот на вот эту команду. Это обязательно. То есть последним элементом вашего T должен быть символ пустой, ноль символ. То есть вы после того, как в цикле скопировали столько символов, сколько вам надо, либо всю строку, либо частично, неважно. После того, как вы завершили формирование строки T, вы должны сказать, что все, на этом строка закончилась, и последнему символу, а это последний символ, потому что последний шаг будет плюс-плюс, он в любом случае возьмет на одну больше, нужно присвоить ноль. Вот на это стоит обратить внимание. Мы говорим, что строка – это массив символов. Но так как при работе с числовыми массивами мы говорили, что существует массив массивов, да, мы говорим про двумерные массивы, то точно так мы можем построить массив строк. Так, разберем на примере. Пусть у меня в массиве будет пять строк, я говорю, вот, n у меня пять. Максимальная длина каждой строки – это 50, то есть может быть меньше, но за пределы 50 оно не должно выходить, иначе будет ошибка и слетит программа. Чтобы не слетела, нужно будет использовать манипулятор сетов, но я здесь на примере его не указала. Потом говорю, моя строка st – это не просто строка, это массив строк. У меня будет пять строк, длина каждой строки – 50 символов. И сразу же инициирую. Нулевая строка – инженерия, длина не 50, намного меньше. Следующая строка – информационные системы, строка информатика, МКМ и вычислительная техника. То есть у меня пять строк – это наименование специальности. Теперь, так как у меня строк 5, цикли от 0 до 5, 5 не включая, я просто вывожу каждый элемент строки, каждый элемент массива, то есть каждую строчку. У меня получилась инженерия, информационная система, информатика, МКМ, вычислительная техника в этом цикле. Обратите внимание, массив двумерный, но я вывожу только номер строки. Вот это особенность при работе со строками. Можно не указывать вторые параметры. Указали номер строки, вышла вся строка. Теперь, если же мне в какой-то строке нужен конкретный символ, например, в нулевой строке нужен символ G, тогда я говорю, вот символ в первой, ну, просто комментарий для вывода, обращаюсь к нулевой строке, а так как массив нумеруется с нуля, это будет инженерия. Второй символ, второй символ 0, 1, 2 – это G. На экране выйдет символ в первой строке – G. То есть, еще разок, если мне необходимо в какой-то строке указать конкретный символ, я указываю и номер строки, и номер столбца. Если же мне нужно просто строки вывести, то я могу обратиться как к одномерному массиву. Сегодня мы с вами закрепили навыки работы со строками. Мы знаем, что строка может рассматриваться как массив символов, либо как объект стринга, либо еще говоря, строковая переменная. Все функции, которые необходимы для работы, стандартные функции для работы со строками вы знаете. Сегодня мы с вами познакомились с манипулятором след, посмотрели управляющие последовательности еще разок. Рассмотрели примеры по работе со строками, как с массивами символов, с особенностями. При работе с двумерным массивом, при вводе нескольких строк. На экране вы увидите вопросы для самоконтроля, на которые вы должны уметь ответить, и рекомендуемую литературу. На этом наше сегодняшнее занятие завершено.